Всем здравствуйте! Вы находитесь на парфюмерном канале S-Bouquet. Меня зовут Юлия, я основательница парфюмерной студии в Санкт-Петербурге и этого канала. Сегодняшнее видео будет посвящено известной личности Диане Вриланд и ее коллекции ароматов, с которой я познакомилась несколько лет назад. Это американский бренд и женщина, которая была главным редактором американского Vogue. Если вам тема известных личностей и красивые истории о создании ароматов интересны, оставайтесь на канале, обещаю, будет очень познавательно. Итак, для тех, кто не знает, тут такая Диана Вриланд. Буквально год назад вышла книга «Мемуары о жизни Диана Вриланд» модного редактора Harper's Bazaar и главного редактора американского Vogue. Она также была знакома и дружила с Габриэлой Шанель. И, как вы видите, на фотографии даже есть какое-то сходство с Coco Chanel. Те же жемчуга и черное строгое платье и темные волосы каре. Что же за личность была Диана Вриланд? И, конечно, я, наверное, не стала бы читать историю жизни Дианы Вриланд, если бы случайным образом несколько лет назад не приобрела в Италии, в магазине нишевой парфюмерии, один из ее ароматов, который называется «Darling Indifferent». И обратила я внимание на линейку ароматов от Дианы Вриланд прежде всего благодаря ее упаковке. Что меня сразу привлекло и вдохновило, так это сочетание цветов, а все ароматы имеют разную упаковку, разного оттенка, разного цвета. Как это умело, экстравагантно, ярко и очень в стиле Vogue сочетается в одной большой коллекции ароматов от Дианы Вриланд. После покупки этого парфюма я увидела его в фильме. Если вы смотрели фильм «Восемь подруг Оушена», где главная героиня после своего тюремного срока бежит в магазин парфюмерии и косметики и забирает этот флакон, в прямом смысле крадет флакон Дианы Вриланд «Darling Indifferent». Далее я узнаю о том, что выходит книга Дианы Вриланд, и здесь становится все понятно, почему такой цвет, кто такая Диана Вриланд, и почему все ее парфюмы и вся линейка ароматов выглядит столь стильной, актуальной и невероятно модной. Итак, напомню, Диана Вриланд – это главный редактор журнала Vogue. Она организовала выставки костюма в Метрополитен-музее и была женщиной, чей талант и чувство стиля определяли мир моды на протяжении полувека. Она была современницей Габриэлой Шанель, родилась в начале 20 века, поэтому весь блеск и красота мода Шанель, Скиапарелли и Валенсиага прошли через глянцевые страницы Vogue и Harper's Bazaar, в котором Диана Вриланд начинала свою карьеру. Благодаря Диане Вриланд Vogue приобрел славу, вес и значимость, а ее необычный взгляд на красоту и стиль сделал знаменитыми многих артистов, моделей и фотографов. Книга действительно очень интересная, местами очень веселая, местами грустная и рассказывает про красивую роскошную жизнь начала 20 века. Но что больше всего меня здесь впечатлило, так это то, как Диана Вриланд воспринимает цвет и здесь есть целая глава о том, как она относится к сочетанию цветов. Итак, книга Диана Вриланд, глава 16. Сейчас я немного прочитаю, потому что это действительно очень интересно. Лиловый. Цвет, который мне действительно нравится, пишет Диана Вриланд. Сейчас я вам открою коробку и покажу, какого цвета здесь флакон. и вуаля, он здесь темно-лилового цвета. Попробую показать на камеру, чтобы было видно. Возможно, камера не передает всех оттенков, но поверьте, это лиловый, темно-лиловый цвет. Лиловый. Цвет, который мне действительно нравится. Хотя мне нравятся почти все цвета. У меня особое чутье на цвет. Это, пожалуй, самый необычный дар из всех, которыми я обладаю. Восприятие цвета целиком зависит от его тона. Зеленый, например, может напоминать подземку, но стоит вам найти правильный зеленый, скажем, цвет весенней зелени, и он будет волшебным. Английский зеленый и французский зеленый. Красивейшие оттенки весенней зелени. Английский при этом чуть глубже французского, а французский чуть темнее. Красный замечательно оттеняет. Яркий, очищающий, раскрывающий нюансы. Он делает все остальные цвета красивыми, не представляя, чтобы красный мог наскучить. Это как скучать рядом с любимым человеком. Всю свою жизнь я искала идеальный красный. Никак не могла добиться того, чтобы художники смешали его для меня. Это как если бы я сказала «хочу рококо с долей готики и щепоткой стилистики буддийского храма». Обратите внимание на упаковку ароматом. А они понятия не имели, о чем я говорю. Максимально приближен к искомому красный цвет на детских чипцах с любого портрета эпохи Ренессанса. Я не выношу красный, хоть с какой-то примесью оранжевого. И здесь действительно вы не увидите оранжевый оттенок в упаковке. Любопытно, однако, что также я не выношу оранжевый без примеси красного. Однако. Когда я говорю оранжевый, то имею в виду не желтовато-оранжевый, а красно-оранжевый. Оранжевый Бакста и Дягилева. Оранжевый, который преобразил столетие. И здесь мы видим русский след, который повлиял на моду и на журнал Vogue, и на саму Диану Вриланд. Как вы знаете, Сергей Дягилев – великий интерпренер, который привез русские балеты русских артистов в Европу. И для русских балетов создавались невероятно прекрасные декорации и костюмы. Совместно с Бакстом, Сергеем Дягилевым, в Европе все узнали о красоте и нюансах русского костюма. И на сценах танцоры балета выступали в невероятно ярких, красивых костюмах, которые всегда включали в себя красный, оранжевый, фиолетовый, синий. Самые яркие, наверное, можно сказать, национальные цвета русского костюма. Что еще говорила Диана Вриланд о цвете? Для цвета освещение – это все. Цвет зависит от того, как солнце светит в разных странах. И чем дальше на север вы отправляетесь, тем острее становится ваше чувство цвета. Желтый цвет такси превосходен. Я часто просила использовать фон цвет такси, когда работала в фотостудиях. В Harper's Bazaar обо мне часто рассказывали такую историю. Якобы я требовала для иллюстрации зеленый фон оттенка бильярдного сукна. Фотограф ушел и сфотографировал этот цвет. Он мне не понравился. Фотограф снова ушел и снова сделал снимок. Мне не понравилось. Тогда фотограф опять ушел и опять сделал снимок, но я все еще была недовольна. Я просила цвет бильярдного сукна, как будто говорила я. Но это и есть бильярдное сукно миссис Вриланд, отвечал фотограф. Милый, якобы последовал мой ответ. Я имела в виду оттенка бильярдного сукна, а не сам этот цвет. Представляете, как сложно было работать с Дианой Вриланд, когда дело касалось оттенков. Я думаю, при создании коллекции Дианы Вриланд, и если у вас будет возможность, зайдите на сайт, и вы увидите, какие потрясающие оттенки используются в упаковке, пострадала не одна голова, и не одна голова стала седой. Это действительно сумасшедшая работа, потому что оттенки цветов многие из нас воспринимают по-разному. И что особенно интересно в этой книге, то, как Диана Вриланд говорит о парфюмерии. Глава 26. Забавно листать современные журналы и видеть ссылки вроде «Парфюм от». Мы никогда не делали этого в «Ок» или «Харперс Базар». Мы в то время были очень старомодными, хотите верьте, хотите нет, и педантичными. Но принцип непонятен. Беспрестанное повторение имени, имени, имени – это продажи. И аромат, хотя его нельзя увидеть, столь же важен для хорошо одетой женщины, как макияж, маникюр и жемчуг. Шанель номер 5. Для меня до сих пор идеальный женский аромат. Его можно носить где угодно, в какое угодно время и всем. Мужьям, возлюбленным, водителям такси – всем он будет нравиться. Ни один другой аромат пока еще не произошел Шанель номер 5. Но с этим мы можем поспорить, так как Шанель номер 5 действительно очень яркий, мощный и для многих очень тяжелый аромат. Шанель стала первым модельером, который дополнил женский гардероб парфюмом. Ни один дизайнер до нее не помышлял ни о чем подобном. Шанель номер 5 – совершенно изумительная вещь. Лучший флакон, пробка, упаковка и, конечно, один из величайших ароматов. Наверняка вы помните это. В чем вы спите, мисс Монро? В Шанель номер 5. Знаете ли вы, почему парфюм получил такое название? Это описывается в книге Дианы Вриланд, между тем. Шанель не знала, какое имя дать ему. Ей на улицу Камбон привезли несколько вариантов на выбор. Коко позвонила одному из близких русских друзей, весьма аристократичному блестящему мужчине, и попросила, помоги мне сделать выбор. У меня мигрень, голова раскалывается, ты должен взять это на себя. Приезжай немедленно. Он приехал, его проводили в спальню, где Коко лежала в кровати, едва способная говорить, так ее мучила боль. Вот там стопка из 10 платков, сказала она, разложи их на каминные полки, на души каждой одним из образцов, когда выветрится спирт, дай мне знать. Итак, из 10 образцов был выбран образец под номером 5. И Шанель не знала, как его назвать, поэтому не стала долго думать и назвала номер 5. Что еще пишет Диана Вриланд о стойкости и яркости аромата? Сейчас существует целая школа, утверждающая, будто парфюм должен быть едва заметным. Сущий вздор. Говорю вам на основании опыта целой жизни. Я обязательно ношу с собой флакончики, которые помещаются в сумочку, так они всегда со мной. Чувствуете ли вы, что от меня исходит аромат парфюма? Не подходите ближе, если вам приходится тянуть нос, точно гончая, значит аромат недостаточно сильный. Мне рассказывали, что коммердинер Наполеона каждое утро брал буквально целую бутыль парфюма Le Imperial, один из тех божественных наполеоновских флаконов, сплошь усеянных пчелами, и выливал содержимое на тело императора. Целую бутыль. Сколько там было, пол-литра или литр, не спрашивайте. Но все описанное мне совершенно понятно. А теперь несколько советов от Дианы Врилан по нанесению аромата. Не стоит наносить на себя парфюм сразу после душа. Это величайшая ошибка, ведь аромату не за что зацепиться. А также не рекомендуется разбавлять парфюм в ванной, так как вы не получите никакого эффекта, приняв ванну со створенным в нем парфюмом, поскольку в последнем нет ни капли масла, только спирт. Помню, когда Пату выпустил на рынок свой парфюм Джой. Он совершил неподражаемый шаг, разрекламировал его как самый дорогой аромат в истории. И знаете что? Та реклама сделала Джой. После нее каждая женщина в Америке, буквально каждая, должна была иметь Джой. Парфюмы – удовольствие дорогое. Однако, странно, что американцы, народ более чем расточительный, никогда не используют ароматы правильно. Покупают флаконы, но не разбрызгивают их содержимое. Шанель всегда говорила, что флакон нужно держать в сумке. И освежать на себе аромат не пристану. Желание давайте обратимся к аромату Даррин и Дифферент, который привлек мое внимание не только своим дизайном и сочетанием цветов, но и ароматом. Даррин и Дифферент – это пудровый аромат. Пудровый косметический аромат всегда транслирует нам о том, что женщина дорогая, ухоженная, заботится о себе. И здесь аромат на 100% воплощения ухоженной, дорогой женщины. Немного сладости от фруктов. Глубокая пудровая нота, пудрово-фиалковая. При этом достаточно ярко слышится сандаловое дерево. И все очень нежно переходит из верхних нот в сердце и в базу. Нет отдельных акцентов на какие-то компоненты. Все очень сбалансировано и очень ровно. Достаточно нежный и комфортный. Если вам нравятся пудровые ароматы, вы любите аромат маминой косметички, то этот аромат, я думаю, вам придется по вкусу. Что касается меня, то я люблю пудровые ароматы и мне нравится носить их в дневное время и на работе. Ну что, вот такой сегодня обзор о бренде Диана Вриланд у меня получился. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк этому видео. Мне будет приятно. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. И до новых парфюмерных встреч. Пока-пока.